итак снова всем привет вы на канале стрик с вами виктор и рассматриваем следующую лодку да я записываю подряд но куда деваться и так лёшан вроде бы как-то так разработчики в оторле него назвали я прям прицепился к этому название поэтому лёха лёша алексей алёшенька такой погонял у данного из мечка будет и данный смесь будет строиться на верфи по крайней мере еще раз напомню то что ты так а могут поменяться то что вы здесь видите и так далее тому подобное что он себя представляет концепцию данного эсминца меняли и изначально я его воспринял как контр-эсминец почему а давайте разбираться ну по бронированию здесь нет нюансов это стандартный картонный сменец 19 миллиметров тут нет ничего такого по живучести 20 500 средний по больнице но неплохо с перком на хп заживет далее глубины бомбы что бомб много короче ладно глубины бомбы стандартно да нечего рассмотреть его 6 километров аура неплохая постоянно урон слабенький ты 680 разрыва неплохие всего 2 ну что-то как бы там где-то люстра собьет в общем здесь особо ничего интересного 130 является универсальными и короче по поводу даже говорить особо нечего касательно маневренности 36 узлов довольно таки неплохая скорость что-то в стиле советов не совсем конечно помедленнее хотелось бы видеть выше далее циркуляция 700 огромная для эсминца это большая циркуляция время кладки 46 тут вопросов нет касательно маскировки 6 и 9 давайте посмотрим максимально раскачки маскировку и накидаем примерный билд данный сменец в данной итерации с данными характеристиками я рассматриваю как эсминец артиллерии мы конечно же исходим из чего 12 8 этого за глаза если честно но хотя тут баллистика хороший 950 это советская баллистика берем перк на фпм маскировку бесстрашный отчаянный и у нас остается один перк у нас в бали но тут конечно да тут выбор сложный башню тут вращается быстро 10 секунд остается один перк слушай но я прям потыкал потому что тут разрабы посоветовали но тыкал я на свое усмотрение как бы я видел данный сменец я скажу на самом-то деле но у меня немножко так скажем подманивает супер интендант но без него где думаю можно будет пережить но на остатки я поставлю не от тревогу которая бесполезная я поставлю все-таки вероятность затопления давайте возьмем вот эти перки поставим их и что мы получаем по мастеровке 5 и 6 ребят 5 и 6 километров но это почти егерь это почти 5 4 это имба засвет на своем уровне который потенциально толкает на то что это будет метовая лодка что значит метовая лодка который будет играться в турнирах клановых боях и это не шутка данный сменец так и напрашивается на эту историю но это еще не все дальность стрельбы я не буду ставить эсминцу больше я поставлю здесь перезарядку и что мы имеем гига я ставлю напоследок по оснащению мы имеем gap на пять с половиной километров это обалденный gap это как у лаянга этот данный сменец может спокойно загнать вас свой к до 5 и 5 5 и 6 но вы просто сходитесь на стычку с эсминцем и казалось бы жмете дымы но нет здесь нет дымов ребят их убрали но данный сменец будет неплохо рентгене через острова либо заходить в дымы которые вы поставили и когда вы будете стоять в дымах и данный сменец к вам подойдет он будет вас разбирать бесплатно вы будете стать дымах и он вы его не будете видеть и он вас будет видеть и вам будет очень больно почему бы вам будет больно я вам тоже покажу касательно скорости мы берем флажок вот уже 38 узлов форсажа нету и это максимум что вы можете по скорости выжать да есть осмотрительный но он никак не влазит в этот билд ему хватит этой скоростью чтобы спокойно перемещаться по карте соответственно здесь заменили так скажем точнее дали хилку ремонтный дивизион особого назначения данную хилку вы встречали на севастополе советском крейсере 10 уровня и мне не нравится хилка это мое мнение восстанавливает 120 хп в секунду время работы 60 соответственно какие мы цифры получаем кстати когда довольно таки долгое 120 и 60 мы просто умножаем на 120 данная хилка выхиливать 7200 хп это много это на самом деле много хилка не у старшимого конечно же лучше но почти пол лодки вы отхиливаете ребята это не хухры мухры что у нас получается поживучесть 24 да то есть но не пол лодки конечно но 3 3 корабля но это неплохо а мы еще до артиллерии с вами не добрались в общем здесь по параметрам вроде как все понятно далее торпеды торпеды тоже были заменены на глубоководные мне это не нравится мне больше нравилось когда здесь были обычные торпеды но что имеем то имеют дальность хода 10 километров скорость куда 65 узлов это очень похоже на линга вски по скорости ну средней скорости так скажем паршивости принципе вопросов нету что по альфе 17 900 хороший урон заметность 08 и боев или глубоководных в стиле паназиатов обязательно на данный изменщик нужно будет сажать саджа пин поверьте он очень сильно поможет ну и наконец-таки добираемся мы карте вере и и что мы имеем партнере две башни по два орудия 130 башня вращается быстро 10 секунд дальность стрельбы 2 на 12 8 это вот достаточно для ведения огня но возможно где-то хотелось бы наверное все таки разогнать дальность стрельбы но почему здесь не стоит дальность блин отсутствие домов конечно накладывает эффект но почему я поставил везде перезарядку что мы видим мы видим перезарядку ребята в одну целый четыре десятых это блин смолонт на верфи серьезно я вам серьезно говорю ребят это смолонт на верфи только со своими плюшками 1 и 4 с альфой в 1400 бронебойками 2 200 вам он так на втыкает вы долго не проживете он сошьет на фугасах любой линкор он раздолбает любой линкор на бронебойках это выглядит максимальный бог 1 и 4 ребят 1 и 4 это давайте я вам покажу 1 и 5 1 и 5 до здесь вероятность поджога больше но здесь тоже нет дымов и скорость если мы посмотрим 36 8 до здесь есть форсажек слов нет но 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 вы же понимаете да чем идет речь и это будет на верфи всего за 7000 голды 5 этапов либо там 10 или 11 тысяч за 10 этапов это лодка максимально привлекает и возможно она будет метовые по популярности этот асьминчик с такими параметрами будет на уровне пуэта рико ребят не уж то разработчики сделают лодку которая будет очень сильно востребована а метовые лодки всегда интересно это не просто проходняк который играется в рандоме но нет выглядит он очень вкусно интересно но все это может поменяться все это ну в общем вы понимаете о чем я говорю вот как то так и опять же не забываем подписываться на канал увидимся на следующих стримах обзорах ребят всем пока